Ура! Ура, ура, ура! Наконец-то мы в прямом эфире. Сейчас я проверю. Привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Какие все красивые! Какие все красивые! С вами снова моя Екатерина Белоброва и Настасья Лаврова. Да. Да, спасают вас от вокальной скуки. Приглашают вас от вокальной скуки. Вокальная скука, интересно. Про вокальную скуку, кстати, сегодня можно отдельно поговорить, потому что частенько случается. Наших марафонцев в чатике вчера поднялся такой вопрос как раз на тему вокальной скуки, еще вокальной депрессии. Но об этом позже. Сегодня, наконец-то, мы приветствуем у нас в гостях замечательную Светлану Айо 312, за которой мы охотились просто с ноября месяца, потому что у Светланы такой плотный график. И вот несколько раз, мы уже почти-почти, но каждый раз, к счастью, к счастью, Светлана уезжала от нас на мероприятие, потому что это же офигенная радость, когда у артиста такой плотный график. Правильно. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Светлана, вот с таких фантастиками мы хотим брать пример, вот у которых прям вращение, что нет времени, а плотный график выступления. Это классно. Ну, могу сказать, что всегда мало, всегда хочется больше, потому что ты понимаешь, ты видишь конкретно свой график, ты понимаешь, что ты бы мог еще вот туда вот это уложить, а вот здесь на съемочку съездить, здесь вернуться, а вот здесь ты уже, в принципе, выспался, мог бы уже и вот это. То есть, честно говоря, все равно это не тот график, который был до пандемический, скажем так, в любом случае, не тот. Так что мы сейчас отдыхаем больше. Хочется еще больше быть на сцене. А что вам больше нравится, вот на студии писаться, на сцене работать, сниматься в клипах? Ну, я бы не сказала, что только на сцене. Любая работа, она в любом случае интересна. Тем более, что я не знаю, как у вас, девочки, у меня, например, складывается впечатление от своих знакомых, друзей, музыкантов, естественно. Я говорю о музыкантах сейчас, потому что другие профессии, видимо, у них свои какие-то могут быть правила. Так вот, если касательно нас, творческих людей, мы, в принципе, по большей части люди ленные. Ну, имеется в виду, в каком. Мы зависим от своих настроений, зависим от того, как на нас посмотрели, или что нам сказали, мы вдруг можем вот в это впасть. Могу сказать, что кто-то в меньшей, кто-то в большей степени, понятно. Но я вам скажу, я не знаю ни одного творческого человека, который бы, ну, совершенно от этого не зависел. Говорю, а мне плевать, что думают о моих песнях. Мне плевать, что там говорят в прессе. Я пою, я для себя пою. Вот все, кто так говорят, они, мягко говоря, лукавят. А что у вас тоже бывает такое, что вы вот в это впадаете? Ну, я не совсем вот в это. Я больше у меня состояние такое, как это сказать, какой-то такой немножечко наоборот нервозный, нервозного желания успеть все. Я начинаю вдруг поднимать какие-то дела, которые, наоборот, у меня лежали на 25-м месте. Я их вперед переставляю. Я начинаю ими заниматься. И, честно говоря, потом думаю, зачем я вот это делаю. Я не зря этим делом не занималась, потому что я понимала, что это впустую. Просто для того, чтобы не думать вообще в принципе о том, что у меня могут быть какие-то вот такие состояния. Это тоже плохо. Как сказали, я всего один раз в своей жизни разговаривала, скажем так, с психотерапиелтом. Это просто была общая, как называется, общая диспансеризация или что ли. В общем, грубо говоря, проходила, после плотного гастрольного графика проходила медосмотр. И там надо было вот в ряду пройти, я так поняла, там и невролога, там невропатолога. И вот они сказали, что для представителя творческой профессии я вполне адекватная. То есть, видимо, они общались с другими. Но есть одно но. Я совершенно не умею расслабляться. Я совершенно не понимаю, как мне отключить некие свои триггеры, которые, допустим, постоянно у меня в голове где-то и так далее. Потому что я человек, а, не пьющий, там у меня нет никаких способов расслабления, скажем так, химического, да, и физического в том числе. Я не спортсмен, который может уйти в кучу тренировок и физическим трудом выбить все это. Поэтому я чаще начинаю заниматься какими-то делами вообще непонятными. Могу, например, начать красить или шить. А как же пение, вокал? Вас не расслабляет, нет? Когда вы просто поете? Нет, я больше скажу, я музыку слушаю только в дороге или только тогда, когда мне эта музыка необходима для работы. Ну, грубо говоря, допустим, я ищу какой-нибудь референс интересный для будущей песни или еще что-то такое. Свои песни слушаю только в своем исполнении, извиняюсь. Ну, и свои в том числе. А слушаю только тогда, когда мне надо провести анализ или послушать, понять, надо ли что-то переписывать. То есть музыка для меня всегда работа. В этом плане мне очень жаль, например, людей, которые работают в кино. У них, у многих нет возможности смотреть кино отстраненно. То есть вот поработав, например, с Алексеем, нашим звукорежиссером, в качестве помощника его, помощника звукорежиссера в плане я занималась фонами и записью речевой, речевуха называлась. Так вот, дублирование, скажем так, артистов. И я после этого долгое время не могла смотреть просто кино, потому что я, если слышала брак в записи или, скажем так, тихо посаженный голос, меня начинало это все раздражать. Вот так же и с музыкой. Вокалиста, мне кажется, человека, работающего на сцене, поющего, его вряд ли может каким-то образом расслабить собственное пение. То есть кнопки такой у вас нет, переключения. Вот сейчас я там работаю, а сейчас я вот отдыхаю. Ну, чтобы вы понимали, я уже практически третий год нормальный даже отпуска у меня практически нет. То есть я, если выехала, максимум дни на пять, потому что у меня либо занято какими-то проектами, либо я понимаю, что я не могу себе это физически позволить. Вот просто не могу позволить. Потому что впереди целая куча дел гораздо важнее, чем отпуск. Я знаю, что это плохо. У меня сейчас почти весь коллектив будет уходить в отпуск с пятого февраля, зимний отпуск по, по-моему, двадцатого. И я вот все это время, я понимаю, что я буду заниматься, наконец-то просто буду заниматься, скажем так, делами, связанным там домом, с участком. Но уехать, вот так сказать, уезжай. И я не могу себе позволить. Тем более, что уже в середину этого отпуска мне поставили участие в некоторых программах. Я не могу покинуть Москву. Вот так. А как же было с удовольствием? Смолите зачитать, кстати, наших телезрителей. Телезрители слали приветы, а мы не успели их зачитать. Нам вот Владимир, Дмитрий, Елена, Леди Гага шлют «Привет» и «Сердечки». Говорят, ура, Светочка, привет. Привет из Энгельса, от Оксаны и Влада. Любим тебя и ждем вас с концертом в нашем городе. А взаимно любим и ждем с концертом уже в нашем городе. Потому что если у нас есть возможность подлетать к нашим... А это уже как близкие люди, наши постоянные слушатели. Если мы подлетаем к ним туда, там в районе Энгельса, мы обязательно видимся. Даже не в районе. Они могут приехать в другой какой-то город. Это из плеяды наших постоянных слушателей. Скажем, наше все. Так что ждем. И вроде как мне сказали, что вроде как у них получается сейчас к 4 февраля в Урбан подлететь, подъехать. Я очень надеюсь, что мы увидимся в Москву, в клуб Урбан. Оксана пишет, обязательно приедем. А я, кажется, тоже приеду. Я случайно выиграла билет на ваш концерт. Да ладно. Совершенно слушаю. А я когда репостила, я так и подумала, а вдруг я выиграю? А у меня как раз куча мероприятий на этот день. И взяла и выиграла. Теперь приходится их как-то разносить. Думаю, ну как же не воспользоваться такой возможностью? Не, Анастасия, было бы прикольно, если бы сказали. Ну так как мне в этот день попало много мероприятий, теперь надо что-то с этим билетом делать. Потому что не могу пойти, да? Не, мы будем очень ждать, очень. Я очень постараюсь тоже приехать. Из Томска, говорит, тоже приеду, пишет там Владимир. Володя приедет. А Леди Гага смотрела ваш концерт на площади? Наверняка это наш Володя. Володя тоже 100% это наш Володя, так что тоже ждем. Очень сильно, давно не видели, скучаем. Вот, Леди Гага смотрела ваш концерт на площади Владивостока. Это была бомба. Приезжайте, говорят, еще. В общем, вас там прям любят, любят. К сожалению, артисты, они как вампиры. В каком плане? Помните, говорят, что вампир не зайдет в дом, пока его не пригласят. Вот в этом плане мы вампиры, потому что, хочешь не хочешь, мы зависим, наше посещение тех временных городов зависит вот все-таки от организаторов, которые нас приглашают. Поэтому мы будем надеяться, что нас пригласят еще в ваш город. Вот из Вологды к вам приедут на концерт Анастасия. Да, да, говорит Владимир. Тот самый Владимир пишет, да? Тот самый Владимир. Понятно. Ждем. Да. Вот смотрите, Светлана, у нас ведь на самом деле ученики очень часто приносят ваши песни, ну, или песни в вашем исполнении, вот, и дают вас как референс, да, что типа хочу научиться так же. Особенно вот эти ваши нежные, классные верхушечки. Вы же ведь профессиональные певицы, да, профессионально учились. Ну, если кто-то не знает, да, у меня красный диплом, институт искусств, эстрадное отделение, класс вокал, грубо говоря, но вообще, в принципе, у нас, по-моему, даже не так, а эстрадное отделение, факультет, короче, я типа дирижер хора, хоровое дирижирование, но со специализацией эстрадного вокала. И вот как же получается, вы до поступления в институт тоже уже были такой классной суперпевицей, или это все-таки какие-то технически приобретенные навыки, и вам пришлось очень сильно потеть над тем, чтобы добиться такого качества звука? Ну, во-первых, суперклассной певицей, наверное, я себя так и не буду сама называть никогда, потому что, значит, я признаюсь, что больше в этой жизни мне ничего не интересно, учиться не хочу. Я надеюсь, интерес к, скажем так, к обучению, вокальному обучению, он у меня будет всегда, он не пропадет до самого последнего моего дня. Есть чему учиться, по-моему, в течение всей жизни вокалисту. Вы можете туда взять все, что угодно, начиная от выдержки на сцене и заканчивая даже физическим состоянием, когда вы должны понимать, какую нагрузку должен выдерживать ваш организм при нахождении, например, на сцене либо на репетиции, в дорогах, что угодно. У вас есть какую сторону у всех учиться? У меня, надеюсь, в том числе. Если говорить о том, какой я пришла в институт, я пришла уже после, не после, а параллельно даже. То есть у меня, значит, грубо говоря, там 7 лет я была уже солистская хора государственная, но просто это все знают, кто читали мою биографию. А вот уже, скажем так, в 13 лет я попала уже к своему учителю, моему преподавателю вечному. Он у меня вообще, надеюсь, бессмертный, будет жить лет 350 как минимум и плюс еще по 350, раз в 350. Я очень хочу, чтобы он жил долго. Вот так вот, мой учитель, он был в то время как раз завкафедрой эстрадного вокала в консерватории только. В консерваторию я не смогла поступить, потому что я поступала, ну, знаешь, что он там преподает, я понимала, что мне будет легче, занимаясь у него вокалом, поступить параллельно в консерваторию. Но там был только академ-вокал, и я поступала на академ-вокал, и получилось, что в этот год поступала большущая студия учеников Булата Менжилкиева, Царство Небесное, вы, наверное, в курсе, это один из самых крутых басов из Кыргызстана, он и в Мариинке пел. Вот, и вся группа фактически, даже трое или четверо из его, собственно, группы, они не поступили, их перенесли на следующий год. И мне сказали, давайте мы сейчас вас автоматом зачислим, значит, в мус-училище, вы там год побудете, вы в любом случае позанимаетесь, и потом без экзаменов мы вас на следующий год берем. Света молодая и в то время и очень гордая сказала своему учителю, что я не буду терять год, я буду поступать, значит, в Институт искусств. В любом случае они рядом находятся, говорю, я к вам буду ходить на репетиции, оттуда буду учиться, идти в Институт искусств. Собственно, так и получилось. Я пошла и поступила уже на эстрадное отделение, тем более это мне было ближе, в консерватории эстрадного тогда не было. Вот, собственно, вот так вот все и было. И уже закончив его, я не скажу, что именно Институт повлиял каким-то образом на мое образование, потому что все равно самое главное это школа Рахута Гречеслава Рукова. Это его школа, которая была до Института, во время Института, после Института. Найти своего учителя. Вот что самое важное. А еще, знаете, а для учителя важно, чтобы все его силы, а это чаще всего, 99%-9 десяток преподавателей отдают свои силы абсолютно бескорыстно и время, делятся своим опытом. Так вот, учитель очень ждет, что его ученик его не подведет и будет предан своему делу. Вот я надеюсь, что я своего учителя не подвела и не подведу, и я всю жизнь этим занимаюсь, и он видит, насколько это важно для меня, и что все его труды не проходят даром. И буду учиться продолжать. Так что, в общем, вы, конечно, со стороны можете любые эпитеты в мою сторону бросать, и это ваше право, но позвольте мне все-таки говорить о том, что я буду учиться всегда. Я вечная ученица. А значит, как же вот ваш педагог, он в консерватории преподает, академический вокал, я так понимаю? Он не только там, он такой человек, он с международной премии из-за лучшей аранжировки, то есть он такой, очень известная личность, он заслуженный деятель Тергизии. Это уже сейчас. Когда понятно, когда я к нему пришла в группу, как называется, ансамбль политической песни «Аракет», вот, будучи 13-летней девочкой, у меня взял совсем маленькой, и тогда он тоже был сам молод, и он был всего лишь там замдиректор Дома культуры, по-моему, Комбольно-Суконова комбината. Вот. И поэтому он вместе со мной уже тоже рос, какие-то премии брал и так далее. И сейчас это очень уважаемый в стране человек, очень уважаемый. Но я очень рада, что я была с ним рядом эти годы в качестве человека, который на него равняется и смотрит на него, всегда будет смотреть снизу вверх, понимаете? А были какие-то сложности в перестройке голоса с академического звучания на эстрадное? Нет, там получалось наоборот. Я с 13 лет была, мы пели, скажем так, начиная от народного, заканчивая эстрадным, потому что, в принципе, ансамбль политической песни это живые гитары, маракасы и так далее. И это языки разных стран мира. И, конечно, большая часть это все-таки Латинская Америка, Португалия, это Никарагуа и так далее. Но, тем не менее, это совершенно разные прононсы, разные методики исполнения вокального, которые мне в жизни помогают каждый день, каждую секунду. То есть здесь ты можешь народное открыть, там ты можешь спеть каким-нибудь полуфольк, каким-нибудь кантри голосом, здесь-то еще что-то. Это всю школу Рафаэлла Тагабибиса-Сарлыкова. И когда мне надо было просто, я понимала, он мне говорил, что надо корочку, помимо того, что у тебя частная вокальная школа, ты же все-таки школу закончила и продолжать надо. А я пыталась, грубо говоря, я училась, уже к тому времени у меня было два года культпросветучилища. Я еще пошла параллельно с отличием, закончила два года на факультете сценарной режиссуры и постановки, как это называется, мероприятий, или как художественные. Я уже, честно говоря, название забыла. Я его не закончила, потому что забеременела. Вот. Сейчас я выключу, мне звонят. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Как это, господи, как же это? Не могу говорить. Все, отправила смс-ку, извиняюсь. Я не сильно вылетела, да? Нет, нет, ничего страшного. Мне что-то впервые в зуме, что мне звонок помешал. Странно. Вот. Имеется в виду, не в зуме впервые, а впервые, что звонок пробился. Так вот, и перебили меня. Вот. Ну и получается, что для того, чтобы мне получить образование, а уже высшее, да, мне пришлось, наоборот, пойти и, скажем так, подготовка к экзаменам, где-то у меня была месяц. Я занималась у преподавателя Академпения. Она мне, наоборот, ставила академическое. И уже с академическим, когда я поступала, тогда был отборочный, первый еще, для того, чтобы допустили до экзамена, да, именно по специальности отбор был. Они сказали, что мне редко итальянская сопрано какое-то, и что мне надо обязательно идти, значит, поступать. И я подумала, ух ты, ну прикольно, значит, буду еще и оперой заниматься. Мне это было просто интересно. Ну и, собственно, вот получилось то, что получилось. И, в принципе, я рада. В принципе, я рада. Но я оперным пением тоже балуюсь, опереточным. Понятно, что оперная, классическая, никогда без хороших занятий, учебы ты не поставишь. Любому, вообще любой технике вокала, если ты хочешь только ориентироваться на одну, там, неважно, даже там народную, ты должен заниматься только этой техникой, ты должен ее развивать. А побаловаться для каких-то проектов, то, как, например, вот у меня, например, в проекте, вот недавно он, да, закончился, «Аватар», где я была дюймовочкой, у меня был, например, был память Каруза, да, хоть это и мужская, скажем так, ария, вот, но, тем не менее, я же пела все-таки, пусть даже в мужской, полумужской манере, но я пела все-таки в оперном, оперном виде, пыталась предоставить. Вот, хотя я видела, как скривилась, кто же нас там за оперу отвечал в жюри. Вот, ну, короче, я так поняла, что представитель жюри, оперный представитель, по-моему, ее Аида, что ли, звали, вот, к сожалению, простите за мою невежественность, потому что она была не от начала до конца сезона, она была, по-моему, всего три программы, а вот она такая прям, типа, ну, это надо смелость иметь, чтобы взять такую песню, вот такую вот сложную. Да, это все проект, это мы играем и балуемся, поэтому, извините, пожалуйста, как говорится, но почему бы и нет, почему бы и нет. Все это помогает. Вот все, что в жизни у меня было набрано, все это нужно. Ничто даром не проходит, вообще ни одна, вообще даже секунды твоего потраченного времени на все, что связано с развитием, скажем так, твоей выбранной тобой профессии, никогда в жизни проходит даром. Это не только касательно пения, любого, чем бы вы ни занимались, даже если вы, ну, не знаю, столяр, надо просто всегда, каждый день что-то делать в сторону своего развития. Вот, кстати, о баловстве у нас как раз есть вопрос от телезрителей, который они нам задавали заранее. Дэнни Садовский спрашивает, владеете ли вы техниками экстремального вокала? А пробовали ли? Если да, то отважились ли вы продемонстрировать? Как у вас с экстремальной? Ну, насколько ты меня хорошо знаешь, ты все знаешь, и ты знаешь про меня то, что я все время же корчу голос, корчу именно, издеваюсь. Я то детским разговариваю, то бабулькиным, то еще чем-то. А экстремальный вокал, если ты думаешь, там, допустим, стала бы что-то делать гроулингом, ну, например, я, в принципе, наверное, бы стала бы это делать, если мне это надо было для усиления звучания какой-то песни. Но это не было бы основным моим пением. Мой вокал основной, вы все знаете. Я не скажу, ты в том числе. Поэтому говорить о том, что где-то добавить, сделать фишечку, я это всегда делаю, и ты в курсе. Если вы хотите посмотреть использование разных манер вокальных, изменение голоса, а это первое правило, например, в проекте «Аватар», вот посмотрите проект «Аватар», потому что там было запрещено использовать какую-либо компьютерную, скажем, компьютерный улучшайзер или изменитель, как я говорю, нельзя было. Ты имел право использовать только ресурсы своего голоса, своего организма. Вот там ты помнишь, что я его так и била, когда надо было. Но это все, как ты правильно, это баловство. Но если это мне будет необходимо, еще раз говорю, для того, чтобы сделать мою песню, раскрыть какое-то ее место такое, что без этого нельзя, то я, поверь мне, вставлю и в наши композиции что-то такое и вставляю в конце концов. Если даже брать песню вне зоны доступа, а это представьте, сколько лет уже песни, помните, она вся идет просто, все просто получается, ты поешь просто, это вроде мы поем все таким обычным человеческим голосом, но когда идет прогресс, ты включаешь детский голос, потому что именно там нам был необходим такой хор деток. И у нас помимо того, что мы своих детей там даже подключили, наши еще были маленькие тогда, вот, и могли это сделать детскими голосами. Мы еще сами пели «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Потому что тогда я все в России вообще помню, кто не использовал, звуколист. Я его сейчас практически не использую, к сожалению. Я если использую, то, знаете, как даже больше не свистковый, а переход. Кстати, я с удовольствием бы с вами на эту тему поговорила, по поводу того, есть ли у женщин фальцет. Это прям для меня такая тема, прям, ну, вот если захотите. Либо мы сделаем когда-нибудь другое включение, и именно на эту тему поговорим. Так вот, свисток у меня лично, собственно, я уверена, что тоже Марай Кейри, например, да, у нас он появляется тогда, когда мы голос чуть-чуть до этого подсрываем. Тогда зажимаются, грубо говоря, отекают связки, либо образовываются такие еще, может быть, не сильно страшные, тем не менее, узлы. И тогда ты уже вот на этом не смыкании, ты их смыкаешь за узлами или, может быть, какими-то такими местами на узлах, что получается свист. Постоянно его использовать, да, как, опять же говорю, как использует Марая. Вот вы если заметите, что она сейчас практически этого не делает. Либо ты уже окончательно подсорвал голос, кстати, об этом говорила на проекте «Точь в точь» на Первом канале говорила Казарновская. Она сказала, что у Марая, говорит, есть хроническое несмыкание, недосмыкание. Поэтому она часто использует свисток. И поэтому это, причем я принимаю в качестве плюс в каком смысле. У нее голос идет такой немножечко с расщеплением, он как матовый такой идет, не яркий, не звонкий. Так вот, ну, она даже если делает какой-то, нет, не совсем шаде, у которой вообще идет матовость такая, просто я, фу, сексуальная невозможна. А она все-таки, она идет на таком чуть полу несмыкании. И вот все свистки эти у нее идут, великолепно проходят. Но это именно из-за того, что она часто поет миксом, и часто она потом перетруждает связки, и потом она уже на несмыкании, она уже делает свистки. Так вот, у меня, как правило, свистки использовались в первые, наверное, лет 5-6, как только группа «Город-312» влетела в такой катастрофически плотный гастрольный график, и у меня связки не справлялись. Это были и вливания, это были и уколы, и на уколах, на вливаниях работалось, и гормональные, и все остальное. Вот там у меня свистки такие были, что я их, естественно, быстро переносила в студию, потому что я понимала, что я могу в этом состоянии делать что угодно. Но и голоса такого чистого на некоторых композициях, которые есть на записи, в альбомах, там и не было. Он везде был такой немножко, такой чуть такой с дымком, как я говорю, как будто я такая покуриваю там, семечки грызу не переставая там и так далее. Так что это вот секрет свистка, чтобы вы понимали. Редко у кого он прям вот дан, вот потому что дан. Либо вы оперная певица, и вы поете просто, вы можете достать очень высокие ноты в самой верхней тесситуре там и так далее. Это вам дано, но это все равно не свисток. Это не свисток. Это просто умение взять верхние ноты, достаточно высокие, потому что у вас такой диапазон, у вас такое качество связок. У вас именно такой голос в конце концов. А вот свисток, это все-таки это сорванная связка. Так что так. Хотите посвистеть, срывать свисток? Я, кстати, на фонологической ассамблее представляла доклад как раз по регистрам голоса, детского причем. И я там доказывала на примере своих детей о том, что у детей, как у всех нормальных остальных людей, есть все пять регистров, которые выделяет наша школа. Это школа фуниатра Альба Борисовича Рудина, Российская академия голоса. Там, конечно, немножко другой взгляд на свистковый режим. А я вам говорю по собственному опыту. Потому что кто, как не я сама, как исполнительница, могу вам рассказать о том, что происходит с моим организмом, скажем так, при издавании тех или иных звуков в том или ином регистре. Поэтому я вам говорю, как это происходит у меня. Это не кто-то сказал. Поэтому, когда мне говорят про то, что у женщин не бывает фальцета, мне хочется просто кричать, плакать. И первое, кричать, кто вообще это сказал? Кто сделал эту градацию, что у женщин нет фальцета? У женщин есть фальцет, микс, мецевочи, которым так дорожит мой учитель. Он говорит, готовь тебя целовать в горло только за то, что ты мецевочи еще можешь делать. Это тоже, оказывается, такая очень сложная техника. Но, тем не менее, это фальцет. Я знаю свой голос. Я знаю, когда я пою фальцетом, когда я пою мецевочи. Их можно спутать. И когда работа... Это, прежде всего, что? Работа регистров наших. Грудной резонатор. Когда работает, когда только голова работает. Когда, в принципе, работает вообще, я не знаю, что, затылок какой-то, грубо говоря. А при оперном пении, скажем так, если вы не мужчина, то, как правило, верхние ноты женщины все поют фальцетом. Это фальцет, только поставленный в форму зева-льва. Вот и все. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые, думаю, ну, почему у нас занимается... Как это название? Расписанием или расписыванием, наверное, расписыванием слова. Регистров диапазонов, получается, занимаются люди, которые на себе эти опыты не проводят. Или не судят по себе. Вот у меня есть возможность себя раскладывать по-разному. Потому что я, как вот, например, певица Пелагея, мы с мамой ее разговаривали много, которая, в принципе, тоже сама и певица. Не хочу говорить в прошлом, потому что я думаю, что она оценку сама дает своему вокалу. В прошлом она певица или в настоящем. Но она так говорит, что она... Вот сейчас для нее дочь, это, можно сказать, скажем так, она дочь оберегает, как не оберегала себя. И она в свое время, она сорвала голос, она именно испортила его тем, что она баловалась игрой вот в эти различные регистры. Она могла тут же посвистеть, попищать, потом взять низким голосом, прорычать. Там где-то коротенькие какие-то штуки сделать и так далее. А она говорит, это все не очень хорошо сказывается на связках. И у нее произошло одно из самых главных и страшных вещей, наверное, для вокалиста. Это не узлы, которые можно прооперировать, если они, скажем так, в нужных местах, ну не в нужных, а в удобных для хирурга местах. Вот у меня, например, когда были узлы, мне сказали только лечить, потому что они были практически у комиссуры. И если бы мне их срезали, то задели бы самые мои верхние нотки. Был вариант 90% от того, что я ставилась бы без фальцета. А я не могу ими пожертвовать. У нас очень сложный репертуар у города. И мне приходилось лечить препаратами, чем угодно, но только не оперативным путем. А вот, например, как Григорий Лепс, у которого там, я не знаю, сколько у него операций, но поговаривают, что, может быть, как у того же Каруза, да, или у кого там 8 или 7. Ну, то есть, грубо говоря, я не обладаю этой информацией точной, но я знаю, что очень большое количество от того, что он сам по себе в микстон, все время на миксте, он все время кричит, он балуется и фальцетами, и тем, чем только угодно. Это как раз-таки, это называется, что мы не щадим свои связки. И вот что произошло у мамы Пелагеи, это растяжение связок. Это то, что не лечится. Когда связки, их окончание, ну, вы видели, вы все знаете, да, как они устроены. Смыкание, размыкание, да. Когда вот эта часть, она становится рыхлой, и она вот такая. И она уже не может правильно пропускать в этом месте звук, здесь открываться, вверху открываться там и так далее. Потому что у нее постоянно идут, у нее не смыкание идет, катастрофическое, хроническое. Вот это страшно. А это происходит, как она мне сказала. Это не я по себе там, дай бог, чтобы у меня такого не было. Хотя, говорю, я все делаю для того, чтобы, конечно, бедные связки свои грохнуть. Но тем не менее. Она, говорит, у нее произошло от того, что вот она баловалась. Она все время баловалась. Она то пищала, то кричала, то пела, то шиктала, тут же взрывалась. А у нас такой репертуар. У нас такой, у нас может быть куплет начинаться на, еле-еле вообще на придыхание, а в конце надо рваться, а потом опять вдруг на придыхание. И так практически каждая наша композиция. Они сложные. Они сложные. Тут же ведь дело не только в механизме, но еще и в давлении воздушном. Может быть, там действительно были какие-то именно по технической стороне вопросы. Это же каждый индивидуальный случай надо разбирать. Что там произошло. Мы же знаем ему сумок, например, которые тоже баловалась. И ничего, не разрыхлилась. Нет, тут не в этом дело. Я же не говорю, что если вы это делаете, то вас обязательно это ожидает. Я это делаю. Я очень надеюсь, что меня это не будут ожидать. Потому что мне просто мама Пелагея сказала, аккуратнее, девочка. Просто аккуратнее. Потому что у меня этот опыт был. И она говорит, я все время торможу Пелагею. Все время говорю, спокойнее, аккуратнее. Ну, просто она говорит, понимаете, это еще, конечно, зависит еще очень много от темперамента. Точно не от физиологии. Имеется в виду, от физиологии да, но не от того, что вы как-то не так делаете дыхание. От физиологии в каком смысле? Физиология в этом плане влияет на то, насколько вы можете ровно держать звук. Насколько вы можете управлять потоками воздушными. Это да. Это чисто физические упражнения. Это да. Потому что если вы болеете, что первое мы теряем? Мы теряем опору. Потому что, не дай бог, если еще, как девочки болеем, когда живот болит, да, то это вообще сложно. Потому что ты не можешь элементарно даже просто взять себя в такую струнку, привести в очень строгое, четкое положение перед, например, взятием там высокой ноты какой-то или ноты сложной. Это да, физиология. Но вот все, что касается остального, то здесь физиология лишь играет в том, что у кого-то, мышцы, связки более эластичные или более приспособленные к тому, чтобы можно было бы, не знаю, их связывать в узел, понимаете? А кому-то это не суждено, и кто-то вот таким образом их теряет. Только в этом, поверьте мне. Но то, что нам всем надо быть очень аккуратными, не трястись, как идиотина, конечно. Но вот что у меня, что вот опять же, я знаю очень много исполнителей, которые входят в раж, и там, конечно, тормозов нет. Там мы уже творим, а потом приезжаем после концерта. Я понимаю, что я осипла. У меня завтра концерт. Думаю, господи, ты же знала, что у тебя завтра концерт. Что ты сегодня опять вот это вот рвала баяны там и так далее. А я не могу по-другому. Вот здесь что? Здесь уже надо держать себя уже психологически в правильном состоянии. Здесь уже должна работать не только физиология, но и психика. Представляете, как сложно? Вот так если взять, как это сложно? Что я вам рассказываю? Вы сами это все знаете. Да, и мы сами это рассказываем ученикам, и сами это делаем. Ты уже регулярно себя поругаешь. А вот наша телезрительница Анна задает такой вопрос. Кстати, вы когда-нибудь преподавали вокал? Мне об этом часто говорят. У меня, скажем так, были некие такие частные опыты в каком плане. Вы сейчас даже удивитесь, когда-то, еще только мы приехали в Москву, мы очень дружили и помогали в записи одного, первого, не первого, второго альбома группы Underwood. И я помню, как Володька пришли с Максимом к нам домой, мы когда снимали квартиру, Димка, Ленька, Машка, мы всей толпой жили в квартире съемной. И они мне говорят, помоги, Володька говорит, у меня проблемы с взятием некоторых нот, с их эстетикой. И я чуть-чуть занималась. Но это буквально там может быть четыре урока. Вот. Если говорить о серьезной школе, я смогу объяснить, я смогу показать. При этом единственное, что мне нужен будет концертмейстер. То есть я вот так сидеть, ногам раскладывать распевки. Меня в этом плане избаловал мой учитель. Он и поет, и рисует, и играет, и танцует. Чего он только не делает. И я вам скажу, что глядя на него, я понимаю, что таким преподавателем вокала, ну, в ближайшее время я не просто не стану, потому что им тоже надо уметь быть преподавателем. Но самое главное, у меня пока нет никакого вообще времени, не то что на преподавание. А я говорю, у меня нет времени на то, чтобы даже дальше саморазвиваться. Потому что мне хочется принимать все время участие в каких-то проектах, где там писать для кино. Вот недавно мы записали аудиосказку. Я, мне сегодня только прислали, что работа окончена. Например, Евгений Бедарев, который, собственно, один из наших любимых режиссеров. Вот «В ожидании чуда кино», это его кино. «Пока цветет папоротник», это его кино. Вот, по-моему, «Тариз новогодний» тоже его. Ну, в общем, очень много с фильмами, с какими мы работали, вот с ним, иметь, по его картинам. А здесь он вдруг выпускает аудиосказку. И он мне говорит, ну что, возьмешься, там специфика такая, народное пение такое, кельтское. Мне очень интересно. Мне это было очень интересно. И сделали, сейчас выходит эта сказка. А перед этим, например, опять же, не в стиле города 312, например, кое-что записывали для Олимпиады, например. Там кое-где я пела за группу «Тарту», например. Даже такое было. Для кинофильмов я работаю в разной эстетике. Допустим, с Игорем Матвиенко, когда делали «Викинг», это чаще было построено такое на фольке, народное пение. И больше мецевочи, потому что там был материал, который, о господи, мешают мне смски, который отвечал за душу князя Владимира. Там надо было быть очень, там надо было работать очень тонко. Мне это тоже интересно. Вообще мне интересно все. В плане творчества я стараюсь говорить «да» всему серьезному. То есть, когда я понимаю, что это не «а можно попробовать», если не вот это, то, поверьте мне, если я вижу, что у людей горят глаза, и это что-то такое, что имеет претензии на серьезность, то я, конечно, говорю «да». Вот, кстати, про мецевочи у нас есть отдельный вопрос. Леди Гага нас спрашивает. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое мецевочи, которое мы уже сегодня не единожды упоминали. Это то, что, наверное, достаточно часто звучит в композициях у города 312. Почему? Потому что оно отвечает за... Сейчас я слово подберу. За трепетность и нежность, но при этом в которой есть очень большая сила духовная, имеется в виду душевная. То есть, когда вы не просто тихо поете, а когда, например, вы уже почти подошли к фальцету, когда вы уже переходите на полностью на головной резонатор, но вы остаете на грудном. Но он у вас настолько приближен уже почти к фальцету. Вот я сейчас вам взяла «на». Это фальцетная нота «на». Это мой голос грудной, но только я пою его чуть-чуть приближен уже к мецевочи. если вы поете фразу на каком бы примере если захотите возьмите есть такая композиция просто там оно прям очень-очень-очень-очень прям вот такой классический пример у группы Любея есть песня называется называется Мамаев курган на Мамаевом кургане по-моему и там в начале я пою кусочек такой то есть поет Коля Расторгуев а самое начало там на Мамаевом кургане это когда ты поешь вроде фальцетом но это не фальцет это грудной только ты его подаешь когда вроде кажется вот сейчас сорвешься а ты не сорваешься и пытаешься его протянуть ровненько-ровненько так нежно-трогательно и прям вот очень бережно вот это Мецевочи ну я не знаю объяснила я или нет ну для меня это так вот я так это понимаю ну достаточно понятно потому что можно было спеть я бы назвала это кстати миксом это мой фальцет вот это уже был сейчас нижний уже а когда это вроде грудной но он настолько взят верхним регистром таким такой как будто ты его сверху колпачочком держишь и ты его в грудь не опускаешь ты его больше подбиваешь кверху уже почти к фальцету но это грудной резонанс вот это называется Мецевочи наверное у Мецевочи должно быть должна быть своя характеристика абсолютно научная правильно распит Мецевочи это значит взятый тот регистр такой-то наверное это все все это есть если взять я вам показываю как я в жизни это использую ну класс да действительно кстати у вас же это прям ну можно сказать это ваша фишечка такая узнаваемая ваша фактура именно то что это вот кстати хороший очень прием пения да и вот пришедший к нам как раз из классического вокала вот и мне кажется что ну молодые ребятки которые с микрофоном все время поют они вообще не знают этого приема потому что можно просто убрать микрофон подальше или фейдер покрутить и будет сразу тише но это совершенно не одно и то же оно добавляет я говорю такой нежности оно добавляет такой как там искренности искренность вот оно то слово если вы не знаете что такое искренность вы не сможете спеть в технике Мецевочи мне кажется так у меня видите у меня многие вещи у меня основаны на опыте больше на опыте чем на теории теории у меня было ровно пока я была в институте и когда была гармония когда было фальте вот это все ну и музыкальная школа понятно слушайте но чтобы вот Мецевочи петь этот же голос прям должен быть в хорошей форме он прям должен быть здоровый хороший как вы ухаживаете абсолютно вы делаете какие-нибудь распевки разогревательные вещи у меня есть правило значит которое естественно иногда нарушается потому что есть временные пояса там и так далее когда ты приезжаешь в тот или иной город и у тебя не получается работать в удобном для тебя дневном времени то есть голос раскрывается как правило у человека если он не вообще молчит с самого утра то где-то наверное часам в 12 ты уже более-менее понимаешь что связки более-менее разогреты я не распеваюсь у меня из гримерки в присутствии ребят вы не услышите в любом случае что я там делала нет есть один прикол который я рассказываю всем абсолютно вокалистам с которыми мы общаемся по поводу того что слушай а как ты вот ты сейчас выходишь я вам там расскажу в принципе как у меня все построено но есть скоростная распевка я ее пользуюсь очень редко но если я понимаю что у меня вариантов нет и надо сделать приток крови к связкам это тот самый прием которым научил меня мой учитель Архал Фарлыков вы должны найти слово то есть это не распевка это прием это метод так вот вы должны найти слово где после гласной идет согласный обязательно что это было допустим цвет или имя там цвета цвета да или стык нет стык не пойдет наврала забудьте сейчас в общем должно быть две согласных чтобы с переходом на гласную сейчас объясняю что должно это быть вы можете любое слово подобрать для себя удобное для вас и удобное гласное чтобы было кому-то удобно на е кому-то на а на о и так далее вот в нервах у тебя есть хорошее твое имя вот ты его можешь использовать для этого метода потому что оно подходит в плане сочетания согласно-гласно вы набираете естественно воздух как полагается не в верхнюю часть да как мы а в нижнюю часть легких вот делайте очень хорошую подготавливайте себя к тому что у вас очень правильно мышцы работают и на животе для пресса для всего да и делайте вот такую штуку ну сразу предупредите людей чтобы там никто не описывался от страха ну были готовы и делайте так то есть вы делаете резкий упор на быструю это очень быстрый приток крови к связкам потому что вы не даете им возможность сорваться потому что у вас нет длинной ноты вы не орете но при этом вы берете такую ноту или берете такой мощи звук и силы что он дает резкий вброс и связки не успевает грубо говоря капилляры не лопаются вы не делаете им плохо это может быть да например если на а или там неважно там то есть что-то должно быть такое после чего вот это называется резкая быстрая распевка вот этим я иногда пользуюсь когда я понимаю что мне надо быстро себя привести в порядок плюс вы получаете из-за этого из-за того что у вас организм весь группируется все каждая мышца все вы получаете такой резкий резкий подъем вброс адреналина и вы можете в принципе быть готовыми уже к тому чтобы отработать но мы говорим о здоровых если у вас не смыкание то простите это вам уже просто не подходит а вот если говорить обо мне в общем то я еще раз это время должно быть где-то начиная с 12 часов конечно мне более комфортно студию на 11 на 10 я никогда не поставлю если если меня не будут к этому принуждать что надо срочно еще вчера что-то сделать тогда надо будет максимально подготовить себя физически встать раньше чтобы организм проснулся раньше вот очень сложно работать например если ты где-то там в Америке например ты езжаешь ты понимаешь что у них 12 там например ночи а у нас там 8 например и ты понимаешь что у тебя концерт например восьми утра ну по твоему привычным по твоим часам биологически вот то конечно там приходится себя просто каким-то образом взбадривать чаем чай может быть у нас прайдере есть я могу честно сказать вредная вещь одна вот одна так секунду это у меня включился энергосбережение сейчас я включу вот это адреналин ну напиток я его не пью так как пить потому что там газик есть и все горячий чай и горячий чай ну где-то наверное буль-буль-буль вот так три булька из баночки я адреналина делаю это если опять же я прилетела не спала ночь или я с дороги с поезда и сразу на площадку вот есть вот такие всякие вещи ну и и что и плюс составление программы конечно же у нас программа составлена таким образом что я никогда не начну программу вдруг например с очень сильно вокально голосовой песни там например с какой-нибудь обернись потому что связки должны быть подготовлены это будет внизу доступ это будет что-то поспокойнее доброе утро страна там и так далее ну такие приемы у меня кстати могу немножко подтвердить что называется что вот Светлана выступала сразу после нас на квартирнике у Маргулиса мы достаточно долго там бродили в коридоре и я ни разу не слышала чтобы она распевалась ни одной распевки но тем не менее да но тем не менее вы так сказать ходили и вот с нами с академиками мы выступали с академией Ольги Кормухиной вот такие ну просто простые какие-то никому неизвестные ребятишки да и тем не менее вы Дмитрий спокойно так ходили между нами общались с нами да как обычные нормальные люди казалось бы вы уже так давно на сцене вы уже столько всего так сказать повидали и достигли и могли бы поймать звезду почему вы до сих пор ее не понимаете но я думаю мы где-то ее-то ловили просто может быть просто как-то во-первых мы стали не мы во-первых мы стали уже популярными будучи популярными в другой стране понимаете мы уже приехали я к тому времени была уже лауреат конгресса женщин в Кыргызстане то есть уже жизнь-то мы такую уже звездную проходили вот другое дело что мы понимали что мы приехали опустились на самые низы для того чтобы начинать все сначала и начинать доказывать всем что мы можем что умеем и так далее ну и люди нам разные попадали то дело не в том что звездную мы или нет поверьте где надо мы ее включаем особенно если это касается например требований по райдеру или требований отношения к себе потому что ты начинаешь думать о том что я уже больше 22 года городу 312 ты думаешь что ну ребят уважение-то я хотя бы заслужила были отношения более серьезные поэтому конечно приходится вести себя по-разному какие люди такое поведение понимаете вот кто нас окружает кто как к нам относится тот кто и получает как-то так а есть у вас какие-то правила вот для себя во время гастролей когда у вас длительные гастроли каждый день могут быть концерты я не знаю там после концерта не общаться ни с кем ложиться спать там пить какой-то чай напиток еще что-нибудь или как пойдет ну есть уже привычные просто за эти годы конечно какие-то штуки которые ты хочешь не хочешь ты их не обходишь потому что это для тебя естественно то есть мы же не будем делать какие-то вещи которые нас не устраивают и мучить себя 20 лет да каждый привыкает к своему то что мы не давим на друг друга в плане того что так все вместе собрались пошли в столовую нет со временем мы пришли к тому что есть грубо говоря график неважно чек концерт и так далее и между ними мы выстраиваем каким-то образом так свой день чтобы нам было комфортно и самим и при этом чтобы конечно мы не подвели друг друга да то есть это не будет никаких возлияния перед концертом да знаю что мы можем подвести это даже это даже на этом статус но после концерта вот например мне чего не хватает лично мне мне кажется что не должно у коллектива уходить желание после концерта обсудить как выступили были ли какие-то вопросы надо ли что-то исправить у нас к сожалению коллектив уже настолько в этом плане такой уверенный в том что даже если были какие-то косяки они были в любом случае сделаны на скажем так на профессиональном уровне ну то есть это не было и все остановилось и все пропало да мы все равно мы что-то загладили мы что-то это мы знаем зритель этого не должен чувствовать и понять да если даже где-то инструмент там где-то примочка сгорела неважно но как бы мы уже конечно мы знаем как уже выходить из этих положений но мне лично не хватает когда весь коллектив это обсуждают потому что у нас чаще всего там Дима, Маша, Леня нет, Леня тоже с нами остается Дима с Машей например сразу почти спать для них сон вообще очень важен они очень трепетно относятся ко сну у меня другая скажем так психология что ли или это психика я в принципе я могу выспаться и за два часа так что мне хватит на неделю сейчас соняюсь самоски убираю вот и я могу да что ж такое вот не буду реагировать все полэкрана будет закрыто не буду реагировать вот а могу в принципе и за 10 часов не выспаться вот с такой головой квадратной там другое с каким подходом ты идешь в постель вот у меня у меня так поэтому я чаще всего остаюсь после концерта минимум на полчаса жду пока ребята перекусят там и так далее потому что до концерта мало кто из нас кушает потому что надо чтобы все-таки желудок был более пустой так легче работать но я-то точно не ем вот потому что у меня вообще стараюсь вечером не кушать мне заканчивается где-то прием пищи ну в 7 наверное потому что очень сложно и спать сложно потом с набитым желудком если допустим ты после концерта например начинаешь кушать вот проголодался максимум перебил что-то схватил но спать ты должен с пустым желудком это у меня так чтобы выспаться еще раз говорю вот но я все равно я обязательно останусь с ними хоть на полчаса звукорежиссер директор наш турменеджер барабанщик гитарист мы садимся мы обсуждаем во-первых мы делимся что у нас вообще в принципе в жизни происходит ведь мы встречаемся на концертах не каждый день у нас бывают перерывы недельные когда там съемки в городе мы никуда не выезжаем а здесь есть возможность еще друг с другом поговорить поэтому так вы не выходите к фанатам которые с плакатами там ждут вот это вот нет это если у нас просто вы же тоже правильно поймите у нас вот допустим сейчас 4-го будет в урбане концерт февраля там понятно что мы уже думаем о том что там будут наши зали которые с нами много лет а чаще это какие-то корпоративы либо концерты на площади где это невозможно сделать просто например на корпоративах могут прийти например организаторы либо как говорят та компания которые как говорится гуляет да и мы можем с ними сфотографироваться там с руководством и так далее не вопрос будьте здоровы вот не вопрос после концерта а площади многие вещи запрещены иначе скажем так служба охраны или полиция не смогут удержать в порядке площадь если все побегут сейчас мы начнем всем раздавать автографы чаще всего у нас заранее подготовленные открытия с автографами которые директор потом турменеджер наш он раздаст вот как-то так то есть мы тоже входим в положение организаторов устроителей виновников торжества и так далее но это у всех артистов ну это разумно хорошая мысль кстати да а вот скажите пожалуйста если вы там болеете там как-то голос не очень хорошо звучит вы меняете партии делаете их проще или если на сцене что-то внезапно произошло не знаю там что-то связка за связку зацепилась будете как-то менять партию свою еще как-то закрывать это все такие вещи у меня происходят резко я вам скажу я их помню всех по пальцам например так происходило имейте ввиду что именно сейчас объясню когда мы снимали клип Останусь это 2005 год самое наше начало и нам сказали что мы именно с презентацией и фильма самого Дневной Дозор будем в кинотеатре Октябрь выступать ночью прямо перед камьерой а я успела простудиться на площадке это снималось все на заводе с открытым небом такие цеха брошенные и в этом все снималось если вы помните картинку и шел мелкий снег минус 17 а у меня рубашка с галстучком с маленьким то есть мы в принципе да между дублями мы грелись но вот пока ты дубль этот поешь ты понимаешь что на минус 17 и нам казалось что господи не на такое выносили двухсторонняя пневмония просто сразу а вот бронхопневмония простите у меня сразу бронхи летят вот и а надо было а первого надо было петь с 31 на 1 в октябре декабрь и я с температурой и с потерянным голосом то есть у меня опухло все у меня страшно был кашель и все остальное и я Диму попросила тянуть основные партии мужским голосом для того чтобы я между ними могла подстроиться то есть я начинала если я понимала там например на останусь надо да а я понимала что у меня есть а а там не смыкание то он снизу он их делал я тоже пыталась все видели что я стараюсь но если она не смыкается идет воздух ну что ты сделаешь понимаете и сокол например если мы поем сокол там рукой а я рукой нельзя достать то есть я не делаю тя-да потому что я ее не достану вот просто не достану от того что не смыкание и это был ну я говорю за все наше время гастролей такое было именно когда я болела но чтобы вот прям сказать что ой вы знаете я не буду петь или ну плюс еще конечно выбирали какие песни лучше не вставлять в программу если они неважны ну имеется ввиду не то что они для нас не важны для нас все важны а например мы могли бы они сложные но мы могли не включить в программу а просто за счет того чтобы иметь силы спеть останусь обернись те без которых нельзя понимаете а у нас уже настолько большой список тех без которых нельзя что честно говоря вот если сейчас даже что-то выбирать уже выкидывать уже выбрасывать нет куда потому что иначе тогда но ты не заполнишь теми песнями которые хочет услышать зритель вот по ту сторону сцены ну в общем честно говоря не люблю себя в состоянии болезни это любой не это спортсмен которому надо выступать на соревнованиях рука или нога например плохо функционирует ну конечно это расстраивать страшно настроение нет вообще у меня страшный момент это когда ты болеешь завтра у тебя вылетать или завтра концерт и ты первое что я делал когда открываю глаза делал так появился фальцет все есть отлично все классно значит у меня уже я отработаю я отработаю и люди не поймут что у меня проблемы а когда нет пальца нету ты начинаешь какие-то там чеи с имбирем что-то там пихать быстрее чтобы хоть как-то появились это так в какой момент появился ваш сольный проект он появился до пандемии ровно до пандемии ровно потому что у меня ребята тоже скажи так скажем так это не моя первая инициатива было понятно что мысли были потому что материал все время приходил какие-то песни приходили которые городу не подходили например а для меня они были бы очень там вот мне не нравились да вот и он все время накапливался и вдруг я значит увидела что у меня ребята там начинают принимать участие в коих каких проектах отдельно параллельно от города и тем самым заполнять скажем так какие-то может быть пробелы в их творческой жизни как которые вот они задействуют они в городе я думал ну все значит можно уже мне это делать и собственно вот так вот и начала работать еще и над отдельным репертуаром это ни в коем случае не и как с их стороны нет я включила просто зарядочку чуть-чуть это не отразилось в принципе не на не с моей стороны в на репертуаре и на работе в городе не с остальной ребят как бы все нормально ну так ну и так сказать в завершении нашего замечательного интервью время к сожалению неумолимо подходит к концу и нам нужно отпускать нашу гостью дальше продолжать надеюсь надеюсь я максимально ответила на вопрос на самом деле мы бы еще бы часок-другой посидели но нам велели нас вас отпускать пораньше и не задерживать слишком сильно поэтому надеемся на повторение до который собственно говоря несколько раз ребята в комментариях подняли значит надо на него видимо ответить андрей левченко спрашивает а в урбане будут песни для старпёров времен последних денег и территории как по старпёрам как если уж вы себя старпёрами честно говоря сейчас же все больше думаем о том чтобы новые песни вам показать всем не один раз два три четыре для нас это так тоже важно и при этом хочешь не хочешь ты будешь исполнять те песни которые все хотят слышать и те люди которые пришли вообще впервые на концерт и они нас видели игру горы по песне там останутся не зоны фонари то есть ты хочешь не худеешь которых это счастье и смогут там обернись перечислять но они нужны будут а значит а программа же она же не резиновая понимаешь что есть определенное количество песен и тебе надо помимо тех которые уже много лет хиты и все хотят слышать еще показать то что новое и сказать что смотрите она не только не хуже надо же она даже чем-то лучше потому что мы уже на это смотрим еще более опытно да или скажем так взгляды новые у нас какие-то появились поэтому вот я боюсь что скорее всего туда вот прям такой что-то старенькая но давайте сделаем так одну какую-то песню тех лет а там их много которые мы не исполняем постоянно и rush и облака там может быть мы что-то туда чисто для вас ставим хорошо вот прям в виде исключения я пообещала ребят на ребятам озвучил чтобы репетнуть хотя бы давно не играли да 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 это наверное вечная беда артистов они же постоянно новый материал делают новый новый хочется чем-то нового стабильности у нас конечно есть еще вопрос я думаю вам его миллиард раз скорее всего задавали и вы на него уже миллиард раз отвечали но как бы тоже его задали может быть стоит озвучить скажите пожалуйста все таки кому посвящалась песня останусь или это был просто саундтрек фильм у нас просто тоже постоянно задаются значит смотрите ни одной песни чтобы было специально написано и она звучала сейчас у города 312 нет у нас был был опыт один на песню самая малость вернее мы ее сочиняли для фильма выкрутаться на фильме не вошла и вы поняли что вот не надо лохматить бабушку вот если песню нас рождаются и приходят из и грубо говоря представители той или иной картины и говорят что нам покажите что у вас есть или вы знаете мы слышали у вас эту песню нам очень подходит вот у нас только так уже песни заранее рождались перед тем как попасть в картину а вот поэтому говорить о том что вот там специально для кого писали песня станут у нее на самом деле авторов три человека понятно наши дима с леоней приту дмитрий леонид и еще такой валерий стронский эта песня была изначально тема на эту песню идея да и как бы она была совершенно другая и она была принесена валерий стронский он и принес сказал что ребят а он тоже он из казахстана фактически земля поможет он говорит мне так и так вот я песню сделал вот аранжировку бы и когда где ребята делали аранжировку они поняли что настолько мотив старовато звучит тема в словах староватая имеется ввиду она такая ретро вот и все переделали а для того чтобы показать ему что получилось в результате новый текст новая мелодия я естественно это все учила пела и когда он пришел мы ему под гитару напели он сказал это не моя песня вообще это новая песня хотите пойти и сами мне это не надо все спасибо все свободны как говорится ну если мы не ругались по улыбались ну ладно тогда мы будем петь но ты будешь в авторах потому что ты нам дал идею на эту песню и все мы и начали петь и валерий стронский на самом деле если в интернете поищите а я город 312 валерий стронский вы увидите наш дуэт где уже он поет нашу версию со мной единственное что он сделал свою аранжировку и конечно я там ару диапазоне не своем потому что это его мужская тонансия на октаву выше но мы постарались сделать это все равно эстетически удобоваримым чтобы там у людей не лампочки не лопались и так далее но тем не менее это можно послушать так что не было никаких специально для кого ради кого в том то и дело что мы очень счастлива того что репертуар города 312 я надеюсь что и мой отдельный который сейчас альбом будет выходить так вот он его могут на себя надеть разные люди совершенно разного возраста национальности вероисповедания и при этом для всем им будет комфортно потому что они увидят себя там либо найдут частичку чего-то своего такого в этих песнях это же главная задача то вот я не пишу вот только для зеленых мне надо вот писать там для розовенька нет мы пишем песни потому что они пишутся вот такие какие ей и по-другому мы не можем спасибо вам большое светлана присоединились спасибо очень было интересно ну вот и очень конечно спасибо вам очень ценное спасибо спасибо вам это организовать отдельно я думаю она сидит смотрит я пользуюсь лучше передаю привет всем нашим постоянным вашим всем вот скажите что нибудь буквалистам молодым пожелайте им чего-нибудь важная нынешняя вот как душа обязана трудиться так и ребят не ленитесь ничего даром не проходит ни одна нота ни одно физическое движение да не одни ни одна мысль которую вы крутите в своей голове для того чтобы искать вариант развития вот просто постоянно что-то делаете поверьте потом вдруг у вас открывается такое что вы понимаете вот это которое я пробовала ли я говорила своему учителю зачем мне эта песня я никогда в жизни не буду петь песен каких-то 50-х годов зачем мне она нужна вообще и вдруг вас открывать какие-то конкурсы где попадаются песни которые вы должны перепеть или какие-то проекты телевизионные ты думаешь ах вот для чего я это я это уже знаю как мне это делать я в этом жила уже меня уже этому научили то есть все что в своей жизни не будете пробовать ничего даром не проходит работать эти ребят надо один человек он мне говорит запомни ты должна много и хорошо работать для того чтобы получилось повтори я бред долго и хорошо дурында не долго много и хорошо поэтому много и хорошо работать прекрасно хорошую точку можно поставить комментарием нашего телезрителя бориса гиля он говорит это наш голос менеджер как раз уже много 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 лет нас коллектив где мы друг друга много много лет не меняемся боречка я тебя люблю ты помнишь да он написал нам береги голос надевай шарф обязательно и не стой после концертов на улице с поклонниками ну вот собственно вот вот о чем мы говорим беречь надо тоже тебя да плюс вот спасибо вам большое вы берегите себя пожалуйста вот боженька хранит ваш прекрасный голос и ваши замечательные вот эта атмосфера которая вокруг вас рождается это просто девочки и все кто нас смотрит берегите себя и верьте во-первых все будет хорошо а во-вторых помните что для этого от каждого из нас изнутри должно идти что-то светлое доброе не забывать отлично спасибо а